МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, во-первых, город Кумертау мне понравился, он такой удивительно уютный. Конечно, сейчас еще зелени нет, но я представляю себе, что, значит, наверное, летом в нем достаточно много зелени, вот, уютная и, так сказать, жизнерадостная. Вот, то есть вот этой вот характерной для новых городов высотной застройки у вас нет, и это хорошо, ваш город соразмерен человеку. Вот, что касается, я успел посмотреть Кванталаб, совершенно замечательно, удивительно, и было совершенно неожиданно обнаружить вот в районном центре такое. Вот, и, конечно, совершенно уникальный вот рядовой каток, который у вас, я тоже посмотрел вчера, и вот, это замечательное сооружение, которое, в принципе, хорошо будет смотреться даже в мегаполисе. А что касается идеи форума, то вот глава, Борис Владимирович, будучи на конференции «Путь к успеху в Сириусе» в образовательном центре, пригласил меня посетить Кумертау, чтобы и провести занятия с учителями и с учениками, вот, по математике, вот, с коллегами, главами образовательных организаций. Ну, и, собственно, пока у меня в школе каникулы, я сюда приехал. То есть, по личному приглашению главы администрации. Да, да. Вот, за что я ему очень благодарен, потому что, как бы, я иначе здесь оказался. А я очень люблю смотреть новые места, вот, и особенно люблю смотреть новые места в России. А что вообще входило в программу форума математического образования, мастер-классы, семинары? Ну, вы знаете, вот, вчера мы весь день работали в третьей школе, да, и, пользуясь случаем, я очень благодарен администрации за ту теплоту, с которой они встречали не только меня, но и всех гостей с форума. И мы работали так плотно, практически шесть часов. Вот, вначале поговорили в общей организации, а потом был семинар под совершенно конкретным темой математического образования. Вот, мы решали задачи с параметром и задачи на целые числа при подготовке к ЕГЭ. Вот, сегодня, учитывая то, что наш лицей является одной из ведущих площадок России по развитию образовательной робототехники, у нас будет встреча, посвященная этому вопросу, как раз, кванталабе, и потом занятия с детьми по математике. Максим Яковлевич, вы директор одной из лучших школ России, лицея, президентский физико-математический лицей номер 239, уже несколько лет подряд он входил, четыре, четыре года подряд он входил, не просто там в десятку лучших, он становился лучшим. Вы становились директором года школы России. А в чем залог успеха? Не знаю, в чем залог успеха. То есть, мы работаем, как работается. Вот, но то, что при этом получаются какие-то успехи, ну, слава богу, вот, то есть, это не значит, что если завтра там изменятся критерии каких-то рейтингов, то мы станем работать по-другому, потому что мы уверены, что то, что мы делаем, это правильно. Множество ваших учеников становятся призерами и победителями олимпиад математических, как всероссийских, так и международных. А как проходит подготовка олимпиадников, залог успеха уже в математическом олимпиадном движении? Ну, вот, значит, первое, я бы хотел отметить, что не надо готовить к олимпиадам, надо заниматься математикой, но только настоящей математикой. Вот, значит, очень многие олимпиадные задачи, они приходят из нормальных научных проблем, как какие-то кусочки решения научных задач. И в силу этого, значит, мы занимаемся с детьми математикой. Вот, у нас есть, кроме базового курса школьного, ну, который предназначен, в общем, для того, чтобы поставить необходимые навыки. У нас есть еще большая система дополнительного образования, то есть дети начинают заниматься в наших математических кружках с пятого класса и занимаются до одиннадцатого, причем время занятий доходит до восьми часов в неделю. Вот, плюс еще летом они, мы организуем летнюю математическую школу, это 21 день тоже интенсивных занятий, там по семь, по восемь часов. Поэтому получается, что они за это время прорешивают около трех тысяч задач. Ну и, соответственно, это дает какие-то плоды, при условии, что ребенок хочет этим заниматься. То есть кружок, это как кузница уже молодых математиков, как учеников, так и педагогов, которые занимаются с детьми. Собственно говоря, вот наши выпускники, те самые призеры Олимпиад, они после того, как они окончат школу, будучи студентами, многие из них приходят к нам преподавать, помогать на математических кружках, и, соответственно, оформляются на работу. Для многих из них в нашем лице первое место работы. Такая математическая солидарность получается, где взял, там и отдаешь. Да, да, это очень важно. Почему нужно вкладывать в образование вот именно на уровне... В прошлом году у нас открыли как раз Кванталаб, где ведется именно дополнительное образование школьников. Насколько важно сейчас вкладывать в школьное образование, в школьную подготовку, в дополнительное образование? Здесь важность этого трудно переоценить. Если мы говорим о том, и это цели, которые, собственно, поставил президент, мы говорим о том, что Россия должна стать ведущей научной цифровой державой, то это делается на основе образования. То есть, более того, я могу сказать так, что вот традиция хорошего общего образования вообще и хорошего математического образования в частности, это наше конкурентное преимущество. Оно такое же, как нефтегаз. Только нефтегаз кончится, а традиция образования может не кончиться, и наша задача, чтобы она не кончилась. Математическое образование в частности структурирует мышление. И даже если нам не понадобятся конкретные знания о том, как брать интеграл или решать квадратное уравнение, то нам понадобится то мышление, которое с помощью этого получилось. Ведь никто же не говорит, что из-за того, что на свете существуют автомобили или лифты, не надо заниматься спортом. Правильно? Человек может существовать, не ходя, но тем не менее это не является нормой существования. Правильно? И мы признаем, что надо заниматься спортом просто для того, чтобы держать себя в форме. Вот образование, в частности математическое образование, это в тот период, когда формируется человек, это как раз способ задать ему ту интеллектуальную форму, в которой он останется до конца жизни. Правда, сейчас, но жизнь меняется, поэтому какие-то прикладные вещи, там, конечно, человек этим прикладным вещам должен учиться всю жизнь. Но тем не менее тот фундамент, базис, мировоззрение, которое он получает в школе, это то, что остается с ним навсегда. Вот, понимаете? Если в школе он не получит базовых представлений об устройстве мира, то он не будет их знать потом. И у нас сейчас, к сожалению, вот там какая-то дикость и невежество уже достигают каких-то угрожающих величин. И есть значительный процент людей, считающих, что Земля плоская. Понимаете? Это вот тот самый разрыв как раз в математическом образовании? Ну, в математическом, в частности, и в образовании вообще. Вот. И, конечно, нам нужно стремиться к тому, чтобы вот базовые вещи об устройстве мира получали все. В том числе и потому, что человечество идет к демократизации. Решения по самым важным вещам принимаются на референдумах и на голосованиях. Но для того, чтобы про что-то голосовать, условно, там, мы за или против строительства атомной станции. Нужно иметь хотя бы общее представление о том, как это работает. Вот. И иметь возможность, ну, слушать и понимать те аргументы, которые вам предлагают. Вот. Для этого нужны, вот еще раз, базовые представления о мире. И вот замечательный немецкий математик Феликс Кляйн, он в 19 веке сказал, что цель среднего образования — дать верное общее представление об устройстве мира. Так что вот за этим нужно. Многие родители, в том числе уже взрослые люди, задаются вопросом, зачем, кому пригодится в жизни вот эти вот мудреные формулы, как вы уже говорили, но никому не приходит в голову ездить на лифте и не заниматься спортом, конечно, да. И, возможно, они вот этим самым утягивают за собой уже детей в это понимание того, что, ну, зачем, где это, как пригодится. А как увлечь не просто ребенка, а уже взрослого человека? Как заинтересовать его математикой и не только? Вы знаете, сейчас ширится движение, вот, как ни странно. И я наблюдаю это по многим коллегам, к которым приходят уже взрослые состоявшиеся люди и просят заняться с ними репетиторством по школьному курсу математики. Взрослые уже? Да, взрослые, там, лет 35-40, вот, которые говорят, что вот меня заинтересовал школьный курс математики, и мне бы хотелось, значит, улучшить свои знания в этой области. То есть оказывается, что это нужная вещь. Причем, ну, нужная даже в прикладном аспекте. Я могу сказать вот свою собственную историю, то есть когда я пытался брать ипотечный кредит на квартиру и пришел в жилищное агентство, значит, жилищный агент, у них там такая таблица, значит, лежала, сумма, срок, ну, и в клеточке ежемесячный платеж. И когда, значит, я к ее глубочайшему удивлению, она обнаружила, что я умею сам считать ежемесячный платеж, вот, она сказала, как, значит, вы великий шаман, как вы это делаете, значит, вот, и даже не взяла с меня денег за свои услуги, вот, настолько была потрясетна. То есть, видимо, считала, что это является основной частью стоимости посчитать ежемесячный платеж, да, хотя это задача по математике девятого класса. Вот, на самом деле довольно много вычислений, и недаром вот в ЕГЭ там есть задача, вот, это первая задача, которая про пирожки, там, сколько нужно пирожков, и это реально то, что используется, понимаете, вот, посчитать там необходимое количество лекарств на месячный курс, посчитать, что выгоднее, там, покупать, там, в одной компании с бесплатной доставкой или в другой чуть подешевле насплатной, понимаете, это те вещи, которые нужно все время использовать. Более того, я могу сказать, что там, ну, вот, периодически в прессе, там, истории, вот, значит, про бабушку-пенсионерку, которая, значит, зарабатывает себе хорошо на жизнь, рассчитывая коммунальные платежи, значит, и оспаривая, значит, эти квитанции ЖКХ, значит, вот, завышенные, и тем самым, вот, и платят, значит, какой-то процент с этой экономией, вот, все происходит. Вот, это тоже математика, понимаете? Вот, еще раз повторяю, что это ее приложение, которых очень много, вот, даже вышла прекрасная книжка сейчас про математику вокруг нас, вот, замечательная книжка, сейчас готовится уже второй том, вот, где описывается, что это, она вокруг повсюду, начиная с формы вагонного колеса, вот, заканчивая параболической тарелкой и спутниковым телефоном. Понимаете, вот, если задуматься, задуматься над тем, как работает мобильный телефон, то в нем и Нобелевская премия по физике Академика Алферова, и, значит, огромное количество математических результатов, вот. Поэтому, вот, это все вокруг нас, и чем больше, чем более цифровой делается наша жизнь, тем больше, тем лучше в ней будет ориентироваться тот, кто хотя бы примерно понимает, как это работает. Поэтому, конечно, детям нужно популяризировать математику, и вот это все рассказывать. Вот, есть прекрасный сайт математических этюдов, вот, и в котором, значит, вот как раз это все достаточно хорошо изложено и показано, да. Вот, более того, в Академии наук в математическом институте создана специальная лаборатория, лаборатория популяризации математических знаний, которую возглавляет замечательный энтузиаст Николай Николаевич Андреев, который ездит по стране, вот, и вот рассказывает, и показывает, значит, вот, как все это работает. О концепции развития математического образования хотелось бы поговорить. Принята она была в 2013 году. В декабре. В декабре. И охват это 15-е, 20-е годы, сейчас уже 19-е, какие-то промежуточные итоги работы в этом направлении, может быть, какие-то результаты, чего получилось добиться, чего не получилось, над чем предстоит еще поработать, и что в будущем ждет математическое образование. Ну вот, смотрите. Во-первых, сам факт, да, концепция разработана в исполнении указа президента. Как только Владимир Владимирович Путин был избран на пост президента, вот, 7 мая 2012 года он подписал указ, в котором одной из мер было предписано принять меры по повышению качества математического образования, принять концепцию развития математического образования и так далее. То есть это в указе президента, в том же самом, в котором, значит, подписывалось довести уровень зарплат до средних промышленностей. То есть есть понимание того, что уровень математического образования это стратегически важная вещь, которой должен заниматься президент. Это важно. Соответственно, была принята концепция математического образования. В рамках этой концепции уже сейчас образуются региональные математические центры. И есть прекрасный, успешно работающий региональный математический центр, который возник в Майкопе на базе Адыгейского государственного университета. И он действительно сейчас такой ведущий центр, во всяком случае, на юге России. Значит, возникли позиции федеральных профессоров. Возникло достаточное количество новых онлайн-курсов. Возник центр «Сириус», который работает в том числе в повышении математического образования. Там работают региональные математические смены, на которые приглашаются дети из тех регионов, где дела с математическим образованием хуже, чем в других. И, значит, ведется планомерная работа по вытягиванию этих регионов хотя бы так. Сейчас, кстати, в этом центре запускается работа по переподготовке кадров. В том числе в области математического образования. Так что результаты есть. Вот сейчас дорабатываются федеральные государственные образовательные стандарты в части внесения элементов содержания. Это поручение президента 2015 года еще. И мы планируем те идеи, которые заложены в концепцию математического образования, в математическую часть стандартов внести. У нас создана Всероссийская ассоциация учителей математики. Даже в рамках реализации концепции. Да, у нас проходят съезды учителей математики, на которых обсуждаются насущные проблемы и перспективы, но и в том числе, естественно, чисто математические вещи тоже на них обсуждаются. Поэтому вот есть достаточно серьезная работа по реализации этой концепции. Я могу сказать, что в принципе комплекс мер, который есть, ну, они выполнены. Ну, выполняются во всяком случае. То есть там вот можно по каждой пройтись и напротив каждой строчки комплекса мер написать, что сделано в этом вопросе. Максим Яковлевич, а какой он ученик 21 века? Да, слушайте, такой же. Такой же, как и был? Да, там единственное, что, ну, организм наш, он ленивый. Значит, если что-то не востребуется, то это атрофируется. Ну, как вот, если долго лежать на диване, то, значит, потом будет не встать. Да, вот, поэтому космонавты, когда они возвращаются, там, они в невесомости, значит, если они долго были, год на висомости, у них становятся хрупкие кости, мышцы, поэтому у них там есть специальные тренажеры, которые, значит, обеспечивают, имитируют, там, вивное притяжение, вот они там как-то, и тем не менее, все равно они там потом реабилитируются. Точно так же и мозг, если им не пользуются, он хужеет. Вот, если не пользоваться памятью, она хужеет. Вот, соответственно, вот то, что сейчас, ну, стало хуже думчивое чтение, стало хуже память, это, естественно, связано со распространением гаджетов, да, это так. Это надо учитывать в работе, но, тем не менее, это те вещи, которые являются нашими эволюционными преимуществами, значит, нужно стремиться к тому, чтобы они все-таки были. Вы же работали на благо. Да, 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 вот, поэтому здесь я могу сказать, что вот в школах, ну, так сказать, которые принято называть элитными, да, ну, в частности, вот британское образование, ну, в общем, устроено по канонам, там, столетней давности, то есть классические языки, классическая литература, и вот все вот это. Вот, несмотря на то, что, казалось бы, это никак не востребовано, значит, там, кому нужна эта латынь, никто ей не пользуется, да, ну, вот, оказывается, нет, оказывается, что это вещь, которая, ну, продается дорого, потому что это, потому что она формирует что-то глубинное в человеке, что помогает ему быть успешным, вот. Ну, там целый комплекс, на самом деле, причин, не только это, но и это тоже. Вот, и, соответственно, что касается, вот, ученика, там, ну, человек, он не изменяется, но, значит, какие-то его особенности, конечно, изменяются. Вот, и в частности, вот эти особенности, связанные с наступлением цифровой эпохи, ну, их надо учитывать, то есть должна появляться новая цифровая дидактика, которой еще нет, и, соответственно, значит, ну, это естественный процесс. Все всегда говорили, что, ну, ничего не то, что давеча. Вот, поэтому это естественный процесс. Спасибо, Максим Яковлевич. Напомню, что мы беседовали с директором президентского физико-математического лицея номер 239 города Санкт-Петербурга, Максимом Протусевичем. Он побывал на форуме математического образования, который проходит сейчас в Кумертау. Санкт-Петербурга